Сегодня в 15 часов представители общественного благотворительного фонда город без наркотиков рассказали о недавнем 12 октября задержании и последовавшем почти сразу же за этим побеге из-под стражи некоего Александра Федянина, подозреваемого в сбытии наркотических веществ. Зажигание происходило сотрудниками Абнон, сбыт производился в автомобиле Тойота. Обнаружены были около 70 граммов героина, крупная денежная сумма, пневматический пистолет, а также переделанная ручная ручка-ракетница под мелкокалиберный, малокалиберный патрон. С патроном в патроннике, в возведенном состоянии. После этого он был припровожден в Абнон областной, откуда из помещения при пособности или оплошности, на сегодняшний день это дело выясняется. Одним из сотрудников Абнона, младшим оперативникам, он был выведен из охраняемого помещения, без наручников, с ключами от машины в карманы, со всеми документами, кроме паспорта, то есть доверенности и прочие документы, в карманах у него находились. Он был выведен в неохраняемое помещение, расположенное прямо у входной двери, откуда он успешно сбежал, таким образом на сегодняшний день пока избежав достойного наказания. В побеге Федянина президент фонда «Город без наркотиков» Игорь Варов напрямую обвинил сегодня сотрудников Абнона. Имеющий на сегодняшний день информацию, позволяет говорить о том, что это было сделано умышленно. Может преследоваться цель, скорее всего она и будет. По крайней мере, эта ситуация будет использована начальником Абнона Куриным Валерием Николаевичем, для того, чтобы удержаться на своей должности. Завтра состоится коллегия 17 числа, на которой вопрос о соответствии его занимаемой должности должен быть поставлен и он должен быть отстранен от занимаемой должности. На сегодняшний день то, что произошло, дает ему возможность, так как ответственным в этот день был его единственный на сегодняшний день заместитель, Демьяненко Андрея Алексеевича, позволяет ему избежать этого. Процедура будет достаточно проста. Демьяненко будет вынесен в неполное служебное соответствие. С такой пометкой в личном деле человек не может исполнять обязанности начальника. Куриновым будет вынесен выговор, и таким образом Куриной останется на своем месте, потому что заменить его будет некому. Наркобарыга Федянин, по сведениям фонда, далеко не простой. Продавал наркотики иностранцам, торговал через пейджер, постоянно возил с собой крупные партии героина. Его уникальность именно в том, что он никогда не развешивал свой товар заранее. Он прямо на месте, где совершал свое преступление, он просто брал из мешка и отсыпал. То есть он всегда возил с собой достаточно большой объем, порядка 70-50-100 грамм. Он просто отсыпал на глаз. Его не очень интересовало. Мы знаем уже почти точно, откуда у него наркотик, кто в органах его прикрывает и по какой схеме он работал. Знаем всех, кому он поставлял наркотики. Причем клиентура была у него из состоятельных людей. То есть те люди, к которым мы звонили, сообщали на пейджеру и тому подобное. Всю информацию о наркоторговце и ситуации с его побегом Игорь Варов собирается завтра доложить губернатору и председателю правительства области. Сегодня же он еще говорил о начальнике Абнон. Основная тяжесть вины за развал всей борьбы с наркотиками, за ту ситуацию, которая на сегодняшний день творится в области, со спидом, с распространением наркотиков, со всей борьбой, несет персональную ответственность куриной Валерий Николаевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова